Так-так, где же это может быть? Куда я ее дел? Голова-то моя дырявая. С возрастом все тяжелее и тяжелее вспоминать приходится. Ах, вот она, нашел! Макросы. Тема очень интересная, а главное полезная и важная. Войны в нашем мире не прекращаются ни на секунду, и зачастую именно секунды решают исход боя. Порой для победы не хватает совсем чуть-чуть, ведь каждая мелочь может переломить исход сражения. Именно поэтому лучшие бойцы мира БСФГ гонятся за каждым процентом к увеличению собственных характеристик. Ах, ах, ах. Именно наличие этих процентов и делает из хороших воинов легендарных героев. А ты хочешь приблизиться к легенде, мой юный друг? Знаю, что хочешь, поэтому и раскрою тебе пару секретов. Слушай внимательно, информация крайне полезная. Что такое макрос и основные правила? Макрос — алгоритм действий, записанный пользователем. Ознакомься с основными правилами при создании макросов. Персонаж может запомнить 48 макросов. Название макроса может содержать 12 символов. Короткое название макроса может содержать 4 символа. Макрос может содержать 12 строк. В одной строке макроса может содержаться 40 символов, включая команду. Если во время выполнения макроса сделать какое-либо действие, переместить персонажа, использовать предмет, умение, открыть окно интерфейса, выполнение макроса прервется. В макрос нельзя добавить выполнение другого макроса. Основные макросы и возможность их применения. Все начинается со снов. Так давай же и мы посмотрим, как можно создать самые простейшие макросы. Ха-ха-ха! А ну-ка, книжка, покажи нам! Скиллы! Для того, чтобы использовать умение в макросе, надо ввести команду «Слэш» и полное название умения, включая пробелы. Для удобства можно не прописывать команду, а просто перенести из панели умений нужный нам скилл в строку макроса. Действия Для использования действий через команду «Слэш» прописываем полное название или же переносим с панели действий в панель «Макрос». Сообщение Данный макрос полезен, когда у вас есть желание продать или купить нужную вам вещь. Команда данного макроса очень проста. Начинаем с выбора чата, в котором хотите использовать макрос. В нашем случае – Trade Chat. Он, как вам известно, начинается с «плюс». Дальше пишем то сообщение, которое нас интересует. А вот, например, «плюс куплю брик». Напомню, в одной строке максимум можно использовать 40 символов. Есть еще один нюанс при использовании трейд-чата. Высокая частота сообщений грозит блокировкой чата на некоторое время. Относитесь с уважением к другим игрокам. Целевые или таргет-макросы Помогают в сложной боевой ситуации без потери драгоценного времени выделить нужную нам цель, будь то враг или врата. Рассмотрим наш макрос на примере «Врат империи». Первое. Открываем панель создания макроса и даем ему название. Второе. В первой строке пишем команду «slash target врата». Главным условием работоспособности макроса является точное написание цели. Третье. Сохраняем макрос и выносим иконку на панельку быстрого доступа. Также макросы этого типа можно использовать для выделения в сложных ситуациях различных целей, будь то хранитель врат, банкир, поставщик или добытый с моба сундук. Также во время боя с помощью этой команды можно назначить цель для совместной атаки. Билды и бинды. Позволяет за долю секунды сменить громоздкий тяжелый хэви-доспех на легкую, как перышко, экипировку лай, что придает вашему персонажу скорость бега и сделает его более мобильным, но взамен вы потеряете большую часть защиты. Алгоритм макроса в этом случае строится через две команды. Slash wear. Slash bind. Пример такого макроса. Первое. Открываем окно создания макроса, даем ему название и в первой строке пишем команду Slash wear1, где цифра – порядковый номер нашего макроса. Второе. Надеваем на нашего персонажа тот комплект вещей, который подходит под наши задачи. Третье. В строке чата прописываем команду bind1. Она запомнит то, что на вас надето. Цифра в команде укажет на порядковый номер нашей сборки. Нажимаем Enter. Четвертое. Сохраняем наш макрос и добавляем его на панель быстрого доступа для удобства в использовании. Разобрав основные варианты макросов и их создания, расскажу тебе очень полезный, но жизненно необходимый функциональный макрос. Сочетает в себе команды на переодевание и использование умений персонажа. Благодаря этому симбиозу скиллы героя достигают максимальных характеристик, силы и отката. Первое. Открываем панель создания макроса и даем ему название. Второе. В первой строке прописываем команду ранее созданного макроса с необходимым эквипом, например, where1. Третье. Во вторую строку перетаскиваем то умение с рабочей панели, для которого и собиралось все обмундирование. Четвертое. Сохраняем макрос и вытаскиваем его на панель. Наличие макросов и умение их вовремя использовать – вот то, что отличает новичка от профессионала. Промедление в секунду может стоить жизни. Теперь ты знаешь еще больше. Поспеши. Впереди тебя ждет великая битва. И лишь она принесет тебе славу.